Режим ЧС введен на территорию Новонежинской средней школы в Костанайской области. Обрушилась часть здания школы. Под завалами оказались два кабинета. Среди детей, педагогов и строителей, которые проводили капитальный ремонт в классах, пострадавших нет. Разрушение было в выходной день. Детей перевели на дистанционный формат обучения, а в управлении образованием ищут виновных случившимся. Учебный год ученики этой школы начали в левом крыле здания. Параллельно с этим в правом ввелся капитальный ремонт. Меняли окна и делали внутреннюю отделку. Обрушение произошло на втором и третьем этажах. Упал потолок и внешняя стена. К счастью, на момент происшествия внутри здания никого не было. Школа Вселенного Ниженко не видела капитального ремонта больше 50 лет. Реконструкция здания началась этим летом. Проект двухгодичный. К началу занятий в порядок успели привезти только часть помещений. 1 сентября по согласованию строительским комитетом учащихся мы определили обучаться в разные помещения. Начальные классы у нас обучались в детском саду первом этаже, старшие классы в мастерских. И 5-9 классы обучались на первом этаже данного здания, где уже прошел ремонт. По словам подрядчика, работу на объекте строительные бригады начали в конце июня. А месяцем раньше специалисты компании обнаружили в здании слабые перекрытия. На этом участке, который обрушился, был прогиб плит перекрытия третьего этажа. Это порядка 10-12 сантиметров. Три плиты были. Мы обращались несколько раз с письмами к заказчику, к нашему, но никаких реакций не последовало. Технадзор в том числе тоже обращал внимание на прогиб. По сути, это аварийное состояние было. После обрушения части школьного здания в управлении образования начались проверки и разбирательства. Именно в адрес управления образования поступило это в августе письмо от подрядчика. Мы сейчас выясняем эти обстоятельства, почему так произошло. И дополнительно сообщим, как только выясним сами. Виновные лица будут привлечены к ответственности. На территории учебного заведения действует режим ЧАЭС. Комиссия проводит техническое обследование. По его результатам разработают рекомендации по проведению дальнейшего ремонта. А пока все школьники, а это больше 300 детей, на неопределённый срок переведены на дистанционный формат обучения.